мир вам галина расскажите пожалуйста свою историю как христос вас нашел привел в наше сообщество как как вы гнана игна тихоновича вышли и вот как вы себя помните с рождения и всю вашу жизнь очень интересно будет послушать моя история ничем не отличать других наверное будучи еще девчонкой девочкой 5 лет наверное где-то бабушка всегда старалась водить в церковь приучать молиться мы были детьми еще ничего не знали и не хотели ходить помню как-то была в церкви я сидела молиться еще не умела вот и я смотрю на иисуса христа распятого почему прибиты и не понимала сидел просто смотрел и и не знаю как-то затронула вот это все вот а потом помню еще ребенком ходила с отцом на рыбалку в 4 утра и 3 утра и во время рыбалки думал вот я ловлю рыб а в большом мире как это происходит смотрела на небо потом представляла что там какие-то великаны и тоже рыбачат и мы как рыбы думаю вот бы не попасть на удочку такие мысли были вот помню еще что как-то игралась одна залезла на дерево и так получилось что подскользнулась и висела на какой-то слабой веточке и мысленно общалась ну я так думаю что с богом я думаю как бы спуститься на землю и я буду слушаться родителей больше не буду ничего плохого делать только отпусти на землю вот потом приземлилась удачно я думаю бывает что так страх божий наверное скорее всего бабушка привела я помню я как-то вышла с бабушкой на крылечко маленькой еще было шел сильный дождь и гремел гром я всегда боялась грома вот и бабушка сказала вот смотри на небо все что происходит на небе это от бога гром молнии все 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 вот вот это мне запомнилось а вы из какого города и я с чуваши сегодня а сейчас где живете сейчас я живу в германии и и сколько вам лет 32 и я помню еще что ходила очень часто пасти коров с бабушкой и дедушкой и когда шел дождь и гром я пряталась и а кого очень часто плакала под дождь и молила бога чтобы не убивал страх был такой сильный что вот а потом как-то все это забылось по стихиям мира стала жить первые отношения неудачные то на этот момент я не находила ответа и жила по стихии мира грехи там пошли уже большие смертельные а родители не верующие на были родители нет они хотя и христиане крещеные но нет храм не ходят вот уже как-то в германии я прожила с молодым человеком вот года два назад и 6 января под рождество христово смотрела интернет там видеоролики и как-то задумалась почему все что показывается в телевизоре в интернете там либо голые женщины либо разврат полнейший либо смотришь фильм и там один спит с другим и как-то я думаю почему вот так почему нет ничего хорошего и потом я как-то наткнулась на ролики масонства стала вот эти ролики еще смотреть и испугалась очень сильно испугалась и так получилось что я встала с постели и упала у меня был обморок рядом никого не было и и паническом страхе встала я думаю надо молиться богу что и я вот осознание пришло что я все все вот эти 30 лет все эти 30 лет жила неправильно я помню что начала молиться богу ночами и днем тоже как время будет я оставала на молитву сама это игнать этих ночи я еще в интернете не находила вот я помню сложно объяснить о масонстве ролики это о всемирном заговоре символы какие есть потом смотрела в телешоу и там ходила символы везде были я уже думаю я опоздала я опоздала своим покаянием сейчас завтра или сегодня же сейчас придет иисус христос а я не готова и вот этот панический страх как сложно об этом говорить а библию уже читали тогда и тогда и у меня еще библии не было у меня вот это покаяние было осознание того что я живу в грехах полных грехах это первый шаг был и я еще хотела помогать знакомой по дому вот я боялась выходить на улицу и я в то время еще ходила в коротких платьишках я выходила на улицу и у меня было такое сильное ощущение что кто-то на меня смотрит и я нагая я понять не могла чем дело я выходила за покупками например проходила сто метров опять находил панический страх что меня кто-то видит и я возвращалась домой опять запиралась комнате и молилась я думаю все слышала любой шорох вот выходила на улицу слушаю что там на небе происходит какой-то шорох я думаю все все приходит все придет ну так узнали что христос должен прийти не знаю вот это чувство внутренним было что это трудно объяснить что вот такое чувство что небо совсем рядом хотя она вот это небо она отдалена чувство было такое что она совсем рядом и я хоть и ездила в город тогда я училась ездила в город городе был шум там строительство и еще что-то или начинала рудать яду люди сказали что вы делаете остановитесь не надо так шуметь больше все слышит и вот забивалась а потом голову пришло надо сходить в храм надо ехать там надо и что лет сколько вам было зависает еще раз сколько 30 30 лет до 2 года назад да это было храм молилась вот плакала я пошла на листу и первая исповедь у меня было тоже отец василий был тогда еще был я благодарю бога что он был хороший какой-никакой но хороший накричал на меня горит стоп все остановись скажи это право себе вот каюсь потом сказал что надо читать библию начать его вот потом я спрашиваю о библии и он мне подарил не помнится очень быстро библия ко мне пришла вот с этого момента я стал ходить в храм читать библию опять же молилась я почему было обличаю но по сердцу то что у меня сейчас внутри творится это толкование 1 и она 2 11 что я нахожусь во тне и тьма и во тьме ухожу и не знаю куда я иду потому что тьма слепила мне голову почему-то для меня и я стала молиться богу ночами вот чтобы осветил путь и показал куда мне пойти вот если есть какой-то человек может к нему прилепиться или что-то посмотрите ролики в интернете про старом вот улыбку я смотрела а потом вышла на игнати тихнуть и стимом жизнь переменился я и я посмотрела ролики я перечитала несколько вопросов с ответами которые меня интересовали потом нашла и игнати тихоныча в контактах я помню час утра я написала игнати тихонычу с благодарением что он есть что по молитвам бог послал меня к нему и вот хотел бы найти помощи и на следующий день и игнати тихоныч ответил мне я уже и skype нашла вас присоединилась я уже с сестрами и братьями вот и то я проживал молодым человеком и осознавание того что я будет убивал и месяца два назад я стала молиться усердно богу и но с такими словами что сама я не смогу ничего сделать господи помоги вот и если не суждено отсюда уйти ну из дома сейчас нахожу высоко чтобы не было так больно и вот мне просто и 8 лет и получается 8 лет будет вы расстались до про достались хорошо очень связь плохая прерывается все у бога все вымеренно вот я как молилась что у это все быстро таки сделал господь слава ему о веке вот ну рады и что исправляюсь что мог а вы хватило надеюсь что на правильном пути ну такая история вы меня слышите у меня слышно прерывается связь это у вас интернет или у меня плохой я думаю что у меня не тянет обидно половина не не слышно в общем вы говорите с молодым человеком вы расстались да рассталась а он сам ушел или или как мы так-то не ссорились но я начала как вот как я пришел кина тихоновичу я начала носить поток и ему это не понравилось он говорит не надо носить поток я говорю ну вот так то так начала объяснять что вот совместная жизнь которую мы видим это неправильно надо было бы сходить в храм покаяться повенчаться если возможность такая есть ну и он мне сказал что будущего кто со мной он не видит потому что я изменилась а знает он меня совсем другое и сказал что вот я отпускаю тебя я так думаю что эти слова были от и господа отпуская тебя это так непривычно было не его слова и я не стал уже ничего объяснять я просто собралась и уехала так далеко уехали а как выбор города вот куда уехали как происходило и на тот момент когда я расставалась у меня выбор стояла либо приехать обратно в россию и начать заново все либо поехать моей сестре моя сестра сейчас германии где сейчас я нахожусь она работает врачом но она тоже не верующая вот и я получается попросила если есть такая возможность поступить на учебу медсестрой но по времени я опоздала на сборы и она получается за меня заступилась я молилась богу и ну словами было бы хорошо вот людям проповедовать такая возможность во время пандемии еще люди приходят часто с болезнями и какой-то путь можно найти еще к сердцу людям вот и так получилось что несмотря на пропущенное время меня взяли на учебу вашими молитвами тоже потому что я писала просила молитв слава с вами вы с сестрой живете да вдвоем нет и и я не сестрой живу я живу в комнате которая смет учебы дали я сестра предложила мне вместе жить но так как она не верующая я подумал что легче мне будет если я буду жить одну потому что она тоже не принимает вот это все но я и говорю хотя вот ты говорю не надо так на меня но она сдерживается то не вероятно сдерживается в общем вы одна живете и работаете да получается или только учитесь учусь и работаю животным и и как какие люди там у вас встречаются язык я проповедую ну не проповедую я рассказываю рассказываю общаюсь с ними на немецком языке вот сначала спрашиваю верят ли они бога и пытаясь найти какой-то подход вот но многие говорят что они не ходят в церковь но верует бога и отошли от церкви из-за того что вот эти беззакония творятся католической церкви вот ну я им рассказываю я говорю что и в католической церкви можно найти спасение если найти рукоположенных священников которые все делают по по старой закалке по твердой руке я еще не видела кто бы мне сказал что было что он сходит покаяться к сожалению нет да а язык как у вас языком пока нормально изучаете да то что Игнатий Тихонович говорит не могу конечно перевести потому что это специфический а так я разговаривала на разговорном немецком хорошо библию прочитали уже да читаем молимся встаем на молитву то есть получается когда вы на ролике Игнатия Тихоновича вышли и тогда у вас вот началось вот это вот перерождение да 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 и вот этот панический страх который у меня был он начал пропадать тогда только тогда когда Игнатий Тихонович сказал в одном ролике что время антихриста еще не настало у нас еще есть время для покаяния и вот это мне как-то послужило облегчением вы поверили да я поверила словами Игнатия Тихоновича и сейчас хотя я и смотрю на небо но такого страха панического у меня уже нет хорошо но вот некоторые ищут чудеса от Бога мне как-то не знаю все что происходит в жизни если посмотреть так пристально по минутам все вымеренно объяснить очень сложно это поймете только тот с которым вот это все происходит у меня был случай когда в прошлом году у меня бабушка умерла я очень хотела поехать на похороны хотя знала из Евангелия что погребение это дело мертвецов вот и я начала молиться Богу вот со словами что ну она привила мне страх заставила как-то полюбить хотя и может и немного сделано все равно это был один шаг вот и я начала молиться заказала билет вот если мне сегодня надо вылететь я смотрела на сегодня билет не находила и я стала молиться Богу вот взяла билет на завтра получается с сегодняшнего дня на завтра до Москвы а с Москвы до моего города до Чебоксара там билета вообще не было и если бы я поехала на автобусе я бы пропустила похороны вот и я стала очень горячо молиться я сказала мне очень хочется последний путь проводить вот и меня потянуло как-то в интернет я не знаю почему я стала смотреть билеты с Москвы до моего города и по ну это не случай это все от Бога и я нашла один билет один последний билет и я заказала вот этот билет я с молитвами вышла в путь я вам тоже в чате написала что я в пути пожалуйста помолитесь за меня вот и я приехала в свою деревню где вот похороны должны были стояться я помню зашла в храм храм пустой вышла я пошла в магазин ближайший чтобы спросить было ли служение или нет вот и там увидела свою тетю обняла ее говорю я наверное не успела она говорит нет ты вот ты приехал вот только они вышли из дома и едут в храм я думаю быть такого не может во время да вот все по минутам я приехала и в тот же момент и они выехали из дома на похороны на служение это словами просто не объяснить слава за все бога слава христу а родители как ваши ну они не верующие они немножко выпивают так мягко сказать вот и я когда были похороны я стала рассказывать вот о своем обращении у них поминки с выпивкой и я стала протестовать против этого вот слезно молила я при людях при гостях плакала молила и говорила не надо так делать неправильно все это но они не принимают хотя у них был страх как на мгновение быстро отходит от этого ну они вас там не переубеждали или как-то там препятствовали может быть было такое я вот на рождество христово в прошлом году очень сильно постилась я по понедельникам не ела не пила и по средам и по пятницам получается я в весе очень сильно сбросила вот и они меня увидели не такую как как знает вот испугались очень сильно и я постоянно выходила на общение с вами тогда вот отец тогда начал ругаться что вот схожу с ума давай переставай давай начинай есть запрещал говорил что телефон заберет но вы жили получается с молодым человеком а отец так вот я с молодым человеком с которым 8 лет прожила я жила в Австрии но они знали его на богословение на совместную жизнь у меня не было вот и мы не были расписаны мы просто жили вместе вот как как сейчас все живут и было очень трудно принять что в буде нахожусь что это будут работали в Австрии в Австрии я училась на экономическом факультете я экономический факультет бросила вот получается все поменялось в жизни после уверования бросила да получается в одно и то же время бросила учебу и оставила вот совместную жизнь с молодым человеком и к сестре да переехали ну трудно сейчас трудно потому что вот это вот этот блуд он очень тяжелый грех и скрытый вот я стала приглядываться очень сложно отойти а когда еще нет человека с которым можно было бы о Христе поговорить глаза смотрят постоянно на молодых парней и ну сложно от этого отойти а крещение вы когда были крещены я спрашивала насчет крещения моих родителей к сожалению свидетелей у меня больше нет вот мама рассказывала что крещение было полным подружением и это происходило в одни гонений что нас тайно вывозили водили в храм и батюшка тогда был очень строгий и она говорила что мое погружение было троекратным без платы денег ничего себе то есть вы с детства крещены правильно да ну получается что в детстве крещена была и вот это общение с Богом у меня было в детстве потому что ну грехов то таких тогда наверное еще не было но потом попало во все тяжкие ну ничего Господь силен то есть сейчас вы вы можете найти верующего христианина и я такой цели сейчас не ставлю перед собой потому что Игнатий Тихонович говорит остались одни не ищите и я конечно же смотрю присматриваюсь но таких нет даже в храмах все бритые все ну кланяются молятся но не ну все-таки возможность такая есть что найти такого и повенчаться и семья может быть будет но это тут как Господь даст я даже Господа не прошу об этом потому что покаяние от Будда она будет длительным очень длительным ну если Богу будет угодно отказать ему не смогу ну да ну нам тоже же как мы иной раз берем на себя слишком большое время грешный многогрешный надо вспомнить что Христос омыл наши грехи если мы искренне покаяние принесли мы вообще не должны и вспоминать об этом что все вот что в тайне исповеди все грехи наши мы от них разрешаемся кровью Иисуса Христа омываемся очищаемся и не возвращаемся к ним да поэтому дай Бог не возвращаться ну тут надо открывать свое желание перед Богом а он там смотрит если все-таки есть желание потому что как кто может вместить да вместит а если так вот мучиться а потом уже и время проходит и уже и возраст и тяжело и здоровье тут как бы да тут должна быть решимость что все осталось одна я хочу быть одна а если какие-то сомнения есть я думаю что все-таки лучше вот отпустить ситуацию и молиться но сестра Елена могу сказать что у меня есть страх что я не уверена что если вот если я и кого-нибудь найду и не случится лесного блуд тут все по воле Божьей не смотрели беседы с Вячеславом с Екатериной Семеновым нет еще не спел ну посмотрите вот тоже какое чудесное у них соединение было вот ну хотя конечно они ну особо у них там история но все равно поэтому я думаю надо немножко отпустить ситуацию вот потому что ну ну как иной раз вот это вот можно и в уныние да впасть сказать ой я вообще ничего не достойное господь он ждет что ты себя наоборот достойный да явишь что все я готова на семью на все вот а я ой ой недостойный может быть даже как от какого-то служения увильнуть можем вот ну ничего будем молиться самое главное мы знаем о чем молиться теперь спасибо христос за молитвы очень помогает очень помогает даже в тяжкие минуты когда думаю что не смогу встать на молитву какая-то сила но все равно говорит давай вставай все равно вставай все равно вставай напишите нам почаще у нас сапе есть группа еще если есть ватсап можно туда подключаться там он и раз жаркие споры возникают тоже всякие люди интересно тоже ну еще какое-нибудь чудо расскажите может быть вспомните таких чудес каждый день это чудо каждый день Игнатий Тихонович молит и благодарит Бога за дарование разуму это наверное самое большое чудо когда просыпаешься и знаешь что еще вчера происходило можно как-то подкрепляет да работа не тяжелая нравится у меня опять так же связано с Будом это все Игнатий Тихонович говорит те которые блудодействовали у них либо сладкое едение у меня тоже это есть либо лень это у меня тоже есть либо сонливость это у меня тоже есть у всех есть вот и ну я когда работаю я работаю на полную мощь а вот когда прихожу домой все там убралась и нечего делать и все вот это убивает что тогда и приходит лень и сонливость и все-все в городе делать практически нечего в деревне можно было бы еще выйти в огород и что-нибудь поделать в сад а здесь трудно с этим бороться я вам расскажу куда выходить в чат рулетку выходить знаете как там весело такие попадаются но там действительно очень много детей они есть и случайным образом есть определенное прям какое-то время что они сидят на уроках выходят чат рулетку и вот вот такие вот благочестивые сестры как вы если они как можно их больше будут видеть как можно чаще мы можем там о Христе свидетельствовать и я вот Игнатий Тихонович говорил об этом пока сам не попробуешь думаешь ой ой страшно там еще что-то страшно а ну там я записывала ролик как можно себя обезопасить вот и и очень много хороших бесед или и людей хороших попадается поэтому выходите и у вас когда вот это служение да я должна я должна быть я должна Христе кому-то хотя бы одному человеку засвидетельствовать сегодня и вот тогда уже и сон будет пропадать и силы появятся благовестие это это чудесный рецепт это как птица феникс ты пришел тебе что-то вот тяжело вроде как и вздремнуть а вот он нет нет дай-ка выйду хоть на пятнадцать минут но выйти вот и щелкаешь щелкаешь бывает минут десять щелкаешь то есть прям не можешь либо там тебя не хотят либо ты не хочешь потому что вот а потом раз и вот так вот и уже когда думаешь ну все наверное сегодня никто не встретится и какой-то человек такой такая беседа вот поэтому выходите в рулетку может быть еще там вот чат который сообщениями вот никто по-моему называется сообщениями можно писать ну то есть без личного общения просто сообщения я вот стихи туда сбрасывала вот и тоже бывают беседы помню утром просыпаюсь беру телефон думаю дай-ка пару стихов сброшу кому-нибудь и тут раз мне отвечать начинает все сон пропадает и переписка такая активная вот общение с верующими и с неверующими благовестие это все помогает вот вот так что пишите звоните не пропадайте благодарю я очень рада что Христос меня вывел на вас на вот этот чат площадку где можно почитать если не успеешь там послушать занятия можно дома послушать по записям молиться можно каждые два часа когда одной уставать не хочется а в сообществе с христианами с понимающими тебя это уже большое облегчение слава Богу да слава Богу ну может быть какой-то совет дадите тем кто нас смотреть будет даже не знаю но я посоветую людям которые обращаются с вопросами к Господу чтобы они сначала как-то привлекли его внимание добрыми делами это в первую очередь и осознание того что хотят ли они узнать истину истина то она не та которую мы придумали истина она как вам сказать доводит до слез истина она неизменна да вот люди она неизменна ее искажает всячески враг мира сего а она на самом деле это константа как в математике я бы предложила людям просто задуматься о том хотят ли они увидеть истину истину горькую истину она не такая сладкая которую мы придумали вот готовы ли они для этого что-то сделать это в первую очередь ну спаси Христос сестра благодаря за беседу такой добрый душевный немножко интернет нас подвел но ничего я думаю что и и так хорошо ну с Богом спаси Христос с Богом благослови вас Господь и у вас тоже с Богом не знаю как не знаю не знаю Продолжение следует...